Не знаешь, как найти толковых плюсов? Собрать стак или попасть в команду? Устал от неадекватных, тихих или орующих во все горло рандомов? Конечно же, лучше собрать своих типов. Сегодня я расскажу тебе все способы это сделать, о которых знаю сам. Всем привет, ребята! С вами Джинкс, вы на канале RushBee. Блия. Роликов не было месяц, но это потому, что мы отдыхали сначала в Египте, потом в Беларуси произошла задница. Мы в эту задницу по приезду погрузились. Всем соболезненным, кто в этом участвовал. Точнее, тем, кто пострадал. Ну, а после этого мы еще и заболели в очередной раз. Поэтому только сейчас мы возвращаемся к нашей работе, ребята. Давайте к теме. В директ нашего гениальнейшего инстаграма, на который нужно обязательно подписаться, чтобы не пропустить всякие обновления, пообщаться с нами, задать вопросы. Туда писали очень много людей, как им найти стак, команду, плюс и так далее. Именно поэтому я записываю данный ролик. И в честь этого выпуска, только сегодня в нашем инстаграме, все, кто будут подписаны на него и напишут в директ свои данные, ранг, город, левел, в общем, все свои данные, мы выложим все заявки в сторис, чтобы вы могли найти друг друга, с кем-то поиграть. Так что пишите только сегодня. Исходя из количества написанных мне сообщений, я решил рассказать обо всех вариантах поиска плюсов, которыми я сам пользовался и которые я нашел на просторах интернета. Не хочу вас расстраивать, но, скорее всего, сразу в Pro команду вас вряд ли возьмут и вы вряд ли попадете. Это делается через связи, либо если вас заметили, и на очень хорошем уровне. Либо если вы очень долго шли к этому своим стакам. Поэтому вы можете либо попасть в стак, либо собрать его сами. Давайте об этом поговорим и пойдем по порядку. Какие у нас есть варианты найти людей? Первый и самый очевидный вариант – добавлять людей из своих игр в ММ или Фейсите. Естественно, не всех подряд. Допустим, вы играете соло-фейсит. У вас по стандарту три странных типа, но один чел дает нормальную инфу, адекватно и более-менее настрелян. Вы можете предложить ему сыграть еще одну игру и добавить его в друзья. Даже если он не пойдет в Next, но добавит вас, он останется у вас во френд-листе на потом. Проделывая эту процедуру каждую игру, где был хотя бы один нормальный тип, вы соберете себе целую базу плюсов в друзья, которые как минимум одну игру вам подошли и отыграли на нормальном уровне. Не обязательно добавлять только людей, которые набивают по 30-35 фрагов. Можно добавить и среднячка с нормальной коммуникацией, дальше он может раскрыться, разыграться. У всех бывают неудачные игры. Чтобы не запутаться в большом количестве добавленных вами плюсов, можно создать себе блокнот, где будете помечать ник человека, на кой карте вы с ним играли, чем он вам запомнился и даже его КДА. Соответственно, даже за пару дней можно собрать базу чела, в которых можно потом инвайтить, пробовать, и у вас может быть выписана вся их стата. Если кто-то из них в онлайне, можете выбрать, кто из них приоритетней. С этим решили. Довольно очевидный вариант, но можно подойти по-умному. Если вы играете соло или даже вдвоем, используйте любую возможность добавить нормального чела в свой лист. И впоследствии в любое время дня, в принципе, у вас будет хотя бы один-два чела, которых можно добавить на быструю игру, впоследствии с ним сыграться. Вот, кстати, один чел играл против меня, он проиграл и все равно добавил и написал мне. И, в принципе, возможно, мы с ним когда-нибудь сыграем. Так что дерзайте. Второй вариант – это Team Finder на фейсите. За все время я нашел там только одного типа, и то потом он пропал, но с 10-м левелом, конечно, сложнее найти плюс, потому что заявок слишком мало по региону, по городу. А вот заявок от 4-х, 7-х, 8-х левелов там предостаточно. Многие не знают, что такое Team Finder, тем более сейчас его спрятали чуть глубже. Чтобы туда попасть, нажимаем сверху на главную кнопку «Играть». Слева снизу видим вкладку «Команды» и нажимаем на лупу возле нее. Открывается Team Finder. Здесь вы видите много заявок, которые можно отсортировать по нужным параметрам. Страна, левел и так далее. Перед тем, как добавить чела, можно посмотреть его кд за 20 матчей, поставив энчансер, кд по аккаунту, а также маппул, когда он играет и где он играет. Соответственно, люди, которые размещают здесь заявки, находятся в принципе в том же положении, что и вы. Им тоже надоели какие-то рандомы, они хотят чего-то большего, хотят с кем-то сыграться, пообщаться. Поэтому не бойтесь там искать себе людей каких-то, пробовать их. Естественно, с первого раза вы не попадете, но со второго, с третьего кто-то да подвернется. Регулируйте настройки, выставляйте какой левел вам нужен, страну. В принципе, все, ничего сложного в этом нет. Третий вариант. Группы в соцсетях, в первую очередь ВКонтакте. На турниры в нашем городе мы пробовали искать плюсы в двух белорусских группах, одна из которых группа компьютерного клуба. В них зачастую есть обсуждения по поиску стака. Также группа в ВК есть и у Фейсита. Там в обсуждениях можно найти большую тему по поиску плюсов. Сообщения туда прилетают каждые 20 минут. Это, наверное, самый быстрый способ ворваться в стак на Фейсите. По крайней мере, на резку игру так точно. Здесь все то же самое. Либо мы сами пишем людям, которые оставляют заявки и подходят вам, либо оставляем свою и просто ждем. Сделать и то, и другое будет, естественно, надежнее. Если вы хотите найти плюсы из своего города, попробуйте найти группу по CSGO в вашем городе. Возможно, это будет какой-то компьютерный клуб, в который вы ходили или о котором вы знаете. Обычно в таких группах всегда есть ветки для обсуждений. Все те же самые методы поиска плюсов можно отнести к Инстаграму. Допустим, в паблике где-то можно оставить в каком-то по CSGO коммент. Там, я такой-то, такой-то. Вася Пупкин. Третьего уровня. С КД 1.0.2. Ищу себе друзей поиграть с двух часов. Так что закрепили. Паблики можно использовать. Особенно в ВКонтакте есть специальные темы во многих группах. Ищите. Четвертый вариант. Специальные сервисы. Есть специальные сайты и сервисы для поиска плюсов с такой командой. Рекламы здесь не будет. Покажу вам все то, что я сам нашел в Гугле, и вы, если бы покопались, тоже могли бы это найти. Если и в Гугле, и в Яндексе написать «Найти команду CSGO», мы находим кучу удобных сервисов для этого. unsedo.com, teamfind.ru. Даже у Starladder есть специальная ветка для этого. Также наверняка многие видели, раньше рекламился такой сайт, как dreamteam.gg, но сейчас я вижу, что он на переработке. Должен открыться осенью. Показывать функционалы этих сайтов и как там оставить заявку я не буду. Думаю, что вы спокойно разберетесь в этом сами. Но в целом система везде одинаковая. Вы оставляете сообщения со своими характеристиками. Возраст, город, праймтайм, левел фейс, это ранг. Также желательно КД, АБГ и желаемый маппул из 4-5 карт. И возможно вас позовут даже в готовый стак, где нужен только плюс один. Это было бы самое крутое для вас. Но как минимум вы сможете найти одного-двух тиммейтов, чтобы с ними сыграться, и потом добрать необходимые вам плюса для полного стака. И последний из открытых вариантов, это хабы на фейсите. Во всех хабах есть чат, где можно найти плюсы на одну игру. Примерно по тем же принципам, что и в предыдущих вариантах. Поэтому играйте в хабах, ищите в хабах, используйте любые варианты. Ну а теперь давайте перейдем к советам и напутствиям. Первое. Не советую вам залетать в лобби в матчмейкинге. Это крайне глупая идея. Там в основном непонятно кто. Какие-то либо неадекватные челы, либо совсем школьники, либо софтеры. Ну в общем, если вы любите экстрим, то вперед. Можете попробовать, но вряд ли что-то серьезное вы там найдете. Второе. Если вас зовут в стак, или даже просто двое людей, а вы один, то не стоит излишне волноваться, переживать. Якобы они вас проверяют. Держите в голове, что проверяете их вы. Так что просто сыграйте на спокойном, так как вы можете. Покажите свою игру. Желательно до игры с ними пообщаться, настроить на позитивную ноту, поверхностно познакомиться, и во время игры там с мелочей каких-то не гореть, и самому не волноваться, что если там вы не покажете себя сильной стороны, то у вас ничего не получится. Ну это понятно, что удалили их, нашли новых. Третье. Я уже говорил, что хорошо бы найти, конечно, плюс, который играет сильно лучше вас, чему-нибудь поучиться у него, посмотреть, но в целом шанс того, что после пары игр он вас пошлет, или там через пару дней ему нужно будет что-то лучше. Он высокий, этот шанс. Если у вас есть друг близкий, который круто играет, вам повезло, играйте с ним как можно больше. Но в целом, не ищите чего-то сверхъестественного, лучше найдите себе типов, которые играют на вашем уровне, то есть, возможно, даже чуть-чуть хуже, но которые слушают, готовы общаться, готовы играть. Вы вместе будете расти, и у вас сноубол пойдет командный больше. Никто ни за кем не будет там тянуться, смотреть в рот, и все такое. Если брать по пунктам, это все, что я мог вам сказать. Это все есть в открытых источниках. Я сам чем-то из этого пользовался, сам когда-то искал так людей. Многие из них остались у меня до сих пор, мы с ними миксуем. Кого-то приведут потом эти люди, кого-то позовут ваши друзья. Главное обрастать все время вот какими-то плюсами, с которыми в какой-то момент вы можете сыграть. Что касается команды, прям команды, серьезные, видео называется «Как найти команду». Но я не думаю, что те, кто смотрит мои видео, в большинстве своем сейчас готовы попасть в серьезную команду. То есть, с реальными там расписаниями тренировок, с райами. Это, конечно, хорошо знать поверхностно, что, ну, роли, то есть там снайпер, люркер, капитан, опенфрагер, саппорт. Но в целом, даже на там 2500-3КЛ, а в основном миксы, там никто эти роли, в принципе, они ощущаются на интуитивном уровне. Их никто не придерживается так сильно. То есть, ну, абика бывает два, капитаник там ребята в разнобой бывает. Там один предложил, второй предложил. Опенфрагер по респе идет, поэтому я бы на вашем месте сначала просто оброс людьми, с которыми вам круто будет играть, и уже хотя бы там со вторым своим другом или втроем пытаться вот уже на этом этапе. думать о команде. Если вас сейчас трое, допустим, то вам ничего, в принципе, не мешает делать, найти себе плюс 2, сыграться. Но команда, прям команда, так быстро не делается, и это тема другого ролика уже. То есть, сто процентов это тема... Я и сам, как бы, хоть я играю на хорошем уровне, я там всеми про команде какое-то подобие играл в 1.6, когда я был маленький, и, то есть, в принципе, я оттуда перенял какие-то такие более интуитивные вещи. Так что, хороший стак, который играет стабильно, если у вас получится собрать 5 человек или 4 хотя бы, которые будут стабильно играть, это уже в какой-то, ну, в какой-то мере можно называть командой. То есть, такую команду хотя бы ищут себе все, кто смотрит этот ролик. Поэтому, пользуйтесь всем. Сегодня мы в нашем инстаграме вам поможем. Пишите в директ свои заявки. Мы их выложим. Все, ребят, всем спасибо. Совсем скоро новые крутые ролики. Запускаем для вас новое шоу. Так что, не отключайтесь. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok